Лагерь «Дружба». 20 минут езды от Астрахани. Тишина снаружи и кипучая деятельность внутри. Здесь проходит сбор молодежного актива региона. Больше сотни человек на два дня оставили планы на выходные, учебу и работу. Для пользы дела. Все без исключения, присутствующие здесь, мы так это понимаем, определяются сегодня с тем направлением, с тем проектом, который будет реализован в этом году. И сегодняшний день, ночь, завтрашний день. Вас для того, чтобы написать свой индивидуальный план работы. Вот на такую активную Вашу позицию мы рассчитываем. Такой ритм задает Сергей Белоконев, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Короткая вступительная речь, как церемония открытия и выступление самих участников, как главный контент первого семинара. Сергей Белоконев и Евгений Базалев не интересуются. Они инспектируют работу молодежных проектов. С одной стороны, это такая в хорошем смысле провокация. С другой стороны, это, ну, есть в бизнесе такое понимание, либо в инновационном бизнесе такое понимание, как бизнес-ангел. Ну вот мы не бизнес-ангелы, мы те люди, которые помогают людям поверить в себя. Обед позади. В овальном зале комплекса «Дружба» презентуют проекты участники программ Росмолодежи 2012 года. Советы дает Станислав Сахаров, начальник отдела социальных программ Федерального агентства по делам молодежи. В секции «Студенческие отряды» ветеран движения «Целинников» рассказывает об их вкладе в экономику СССР и о той работе, которая ведется сейчас. Наша задача в целом сделать так, чтобы студенческие отряды появились во всех регионах Российской Федерации. Вот как когда-то мы в 1959 году поехали в Казахстан осваивать «Целину», да, чтобы там вспахать вот эту «Целинную землю», так в какой-то степени мы сейчас вспахиваем молодежь Астраханской области, такую маленькую местную «Целину», чтобы в каких-то ребятах появился интерес, желание развивать вот это мощное, красивое, настоящее, непридуманное, с реальными, серьезными целями движения студенческих отрядов именно на территории Астраханской области. В программе дня секции «Инновации и научные сообщества» было изучение инструментов и инновационно-венчурной инфраструктуры поддержки молодых изобретателей и предпринимателей. Также участники сбора узнали из первых уст о формах сотрудничества с Министерством экономического развития Астраханской области. Участники секции «Молодежный актив» помимо презентации проектов и отчетов по ним провели время за общением с блогером Игорем Остранином. Игорь поделился опытом по продвижению аккаунтов в социальных сетях и блогах, а также раскрыл несколько своих секретов. Сегодняшний день прошел довольно удачно. Сегодня я презентовала свой проект Сергею Юрьевичу Пелоконеву, рассказала, ну и активу, рассказала про свой проект. Я в ожидании следующего дня, то есть сейчас люди и актив молодежи работают над разработкой своих каких-то идей, своих проектов. Если эти идеи связаны с моим проектом, помочь в реализации им и дальше в дальнейшем сотрудничестве и брать их в оборот к себе уже в проект. После окончания последних лекций, когда на часах пробьет 21.00, можно будет подвести промежуточные итоги, обсудить день прошедший. Завтра закрытие мини-форума и защита новых, написанных за 12 часов, проектов. Завтра закрытие мини-форума и защита.